Вернулись мы из трейла Нирер Лейк Сейчас идем на другой трейл, который ведет к двум водопадам Называются Нивернол и Невада Не знаю, озеро мы не увидели, увидим ли мы водопады Но посмотрим, в любом случае воздух классный, дышится легко После нашего знойного южнокалифорнийского воздуха Это, конечно, просто рай для дыхания Продолжение следует... Продолжение следует... Трейл идет круто вверх Мы двигаемся вдоль вот такого вот красивого ущелья Там внизу течет небольшая речка Вот, ну, сейчас, в октябре, она больше напоминает, как ручей Но радует то, что там есть вода Соответственно, мы можем увидеть хоть какое-то подобие водопада Правда, не знаю, дойдем ли мы до самого верхнего Но вот этот Вернол фолл мы все-таки увидим Собственно, вот за что народ платит деньги при въезде в национальный парк И на что они уходят Практически, когда ты идешь практически на каждом трейле Ну, на самом популярном есть туалеты Есть вот там вот, вдали была такая вот штука Где можно было набрать водички попить То есть, ну, в общем, инфраструктуру налаживают Деньги не воруют А если и воруют, то чуть-чуть Деньги не воруют Не, ну вот как вы себе это представляете Ну, когда до водопада осталось рукой подать Мы увидели там на мостике краешек И буквально вот там метров, ну, 200-300 пройти Вот, пожалуйста Все, закрыто Пройти нельзя Не, можно пройти, заплатить 280 долларов штраф Вот, но как-то не очень хочется Да Можно пойти в обход Есть здесь такой обходной путь Ну, не знаю Сейчас подумаем, посмотрим Сколько по времени это займет Дурдом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я все-таки отправился в обходной путь Сейчас высота Где-то полтора километра С уровня долины Я хочу бы все-таки дойти до точки, которая С обратной стороны Водопада Вернол Ну, и, соответственно, посмотреть Но знаете, что будет всего пообиднее всего? Если с той стороны трейл Так же закрыт Не хотелось бы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Чекпоинт, который называется Кларкпоинт Это обзорная точка Где можно отдохнуть Полюбоваться вот такими шикарными видами На Half Dome На прибрежные вот эти вот гигантские скалы Ну, и, собственно, продолжить дорогу дальше Вот туда Ну, в общем, оказывается, ситуация еще проще Вот этот водопад, который Вот там вот вдали Это Невада водопад То есть это самый дальний, который Требует гораздо большего времени А вот Вернол, которому был закрыт проход снизу Ну, где-то вот там вот Ну, я постараюсь, конечно, хотя бы до Вернол дойти Вроде как народ тут проходил Сказал, что доступ к нему сверху открыт Ну, в общем, посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, вот, наконец Хоть что-то более-менее красивое Смотрите, вот это водопад Вернол Падает где-то примерно метров С сорока, с пятидесяти Что-то типа того Да, есть водичка, есть Такая стройка, конечно, жиденькая Ну, по крайней мере, хоть что-то Ну, а когда здесь все разливается После зимы Вот видите, там такая площадка обзорная И позади ней, груда камней Вот там вот это русло Это как бы река Вот этот вот огромный поток Он падает Даже можно видеть по вот этим вот Очертаниям коричневым Какой большой поток весной здесь Да, но я все-таки хочу вот туда На обзорную площадку спуститься Там вот пройтись Не знаю, сколько у меня это времени еще займет Ну, в общем, немножко Еще идти, идти Да Шикарно, конечно Йосемити парк С одной стороны Плохо то, что воды очень мало Он еще более шикарен Когда здесь полно воды Реки, водопады Это просто роскошное зрелище Ну, еще и когда туманы здесь есть тоже Ну, правда, ни того, ни другого Ни третьего Сегодня нет Субтитры сделал DimaTorzok Итак Спустился, короче Вот это место, где я сейчас стою Называется Emerald Pool Или бассейн Эмеральда Значит, весной, когда тает снег Когда идут дожди Все вот это вот пространство Заполняется водой Огромный поток несется туда Вот тот мостик, он ведет на трейл Который, в свою очередь, ведет Вот к тому дальнему водопаду Невада Который я показывал Там вдали и был Вот А поток идет вниз И туда К водопаду Верну Которому я сейчас собираюсь Спуститься Ну, там обзорная площадка такая Конечно Да, да, водички мало Жиденько так, жиденько Но, по крайней мере Когда мы вообще не увидели Значит, озеро Лейк Миррор То это хотя бы что-то Кстати, река, которая Вот эта река, которая течет Она начинается в горах Называется Мерсет Она протекает Через всю долину Йосемити И, собственно, туда идет дальше В общем, это главный такой источник воды И самый главный источник Для водопадов Ладно Идем на обзорную площадку Квернул хол Ну, вот здесь Перед самым Водопадом Кстати, образовалось Такое небольшое Озерцо Ну, как, в принципе Перед всеми водопадами И что самое примечательное Водичка Очень Очень такая Специфическая Ну, она не то чтобы прозрачная То есть, она прозрачная Но Там есть ветки Мусор Вот Но смотрится, конечно Это все В окружении Гор Очень шикарно Да, ребят Там вон еще и рыбачить пытаются Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что Вот Вот он водопад Вернул Падает отсюда Прямо туда Как я и говорил Где-то около 40 метров Высота Падения Да, да, да Водички Мало Мало Чтобы увидеть Всю его, так сказать Мощь Но, тем не менее Чуть-чуть повыше поднялся И вот Кстати, тот вот трейл Который был закрыт И там действительно Копошатся люди То есть, по тому трейлу Можно было подойти К водопаду снизу Все видите Вот, так сказать Во всей его красе А его, этот трейл закрыли Но для того, чтобы Какие-то там работы проводятся Ну, вот видно, что там Работники копошатся Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас мы посмотрим На долину С высоты Орлиного полета Все, припарковались Пойдем ДимаTorzok 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 А вот и наши домики Палатки Где мы ночевали Вон парковочка наша И где-то среди них Наш 453 домик Вот мы сейчас Сверху на это дело Все смотрим Высота примерно Две Около двух километров ДимаTorzok 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 ДимаTorzok